Добрый вечер всем. Мы находимся на ледовом комплексе Хумо-Арена. Сегодня 17 февраля и у нас проходит матч между двумя командами. Команда Хумо-Узбекистан и команда Горняк-Казахстан. Разыгрывается шайба с центра поля. Журавлёв хорошо даёт подачу. Технокомментирование – это в целом лаконичное описание происходящего на сцене, на льду, на поле, на других пространствах, в том числе в выставках и вообще на полотно, я имею в виду на картине, для того, что не видят люди с инвалидностью по зрению. К этому матчу мы готовились месяц. Мы сделали мастер-класс со спортивным комментатором Атовеком Джураевым на прошлой неделе для наших технокомментаторов, для того, чтобы понять, как нужно комментировать спорт и так далее профессионально. Шайба разыграна, она на стороне Хумо. Активное нападение в сторону ворот Горняка, к сожалению, венчаются проигрышем в данной атаке. Но, тем не менее, мы ведём 4-1. Это 15-ая минута третьего периода, что говорит о том, что, скорее всего, дополнительного времени не будет. Но это хоккей. Я училась этому в Риакомпе. Это институт в Москве, который нацелен на то, чтобы обучать специалистов в подобных сферах. Обычно мы, технокомментаторы, которые находятся здесь, в Средней Азии, озвучиваем книги, кино, театры, то есть какие-то спектакли в театрах. И вот впервые мы озвучиваем спортивные мероприятия. Разница между комментированием спектакля и комментированием спортивного мероприятия очень большая, потому что это совсем разные сферы и совсем разный слушатель всегда. Большое отличие в том, что в спектакле, как и в кино, ты можешь знать сценарий заранее, но ни в одной спортивной игре ты не знаешь, что произойдёт в следующую секунду, особенно если это касается конкретных игр, не записей, а прямых, которые произошли, например, сегодня. Каждый проект фонда, который мы реализовываем вместе, то есть выставки лета, театры, спортивные мероприятия и так далее, мы всегда стараемся делать тифлокомментирование, потому что у нас есть очень много людей, которые посещают даже те же выставки, мероприятия и так далее. Мы учитываем абсолютно все факторы и за счёт этого стараемся делать больше тифлокомментирования, сурдоперевод. Дай бог, мы будем реализовывать не только это, но ещё и мастер-классы, возможно, мы туда подключим. Поэтому дальше, как говорится, больше у нас ещё всего будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!